Добро пожаловать. Я не уверен, что сегодня скажу вам как жить вечно, но я скажу вам что мы понимаем как это сделать. Так что спасибо, Сандерс, спасибо что пригласили меня, и спасибо вам всем, что пришли. Здесь есть несколько человек, которые помогли воплотить эту книгу в реальность. Я хочу поблагодарить их всех лично, а также Ника, плата за то, что они сделали это возможным, а также Мэтт Лапланте, который также очень помог написать книгу, и он где-то здесь. Подними руку Мэтт. Да так что это был долгий путь для меня. Я собираюсь говорить около 25 минут и оставить время на достаточное количество вопросов. Так что да, запишите их, я как открытая книга, поэтому задайте мне любой вопрос, и я сделаю все возможное, чтобы честно на него ответить. Итак, я работаю в Гарварде с 1999 года, то есть уже около 20 лет. Мне тогда было 29 лет, и я понятия не имел, что делаю. Мне только что исполнилось 50, что хорошо и плохо. Хорошая часть в том, что теперь я знаю, что я делаю, плохая часть заключается в том, что я намного ближе к тому краю, где мы все теряем физическое и психическое здоровье, и мы все сталкиваемся с этим. Некоторые из вас очень молоды, и вам легко делать вид, что до этого еще далеко. Но это произойдет, все мы состаримся, и все мы умрем. И это ужасная мысль, также ужасно думать, что наши родители и все, кого мы любим, тоже столкнутся с этим. Так вот, угасание не является частью всего этого. Я имею в виду, смысл в том, чтобы на самом деле нужно попытаться предотвратить болезни людей за последние 10 лет их жизни. И есть надежда, что наше поколение сможет рассчитывать дожить до 90 лет и при этом играть в теннис, и даже дожить до 100, и продолжать карьеру, вторую, третью или четвертую карьеру, или найти второго, третьего или четвертого партнера, если хотите. Но здесь важно то, что речь идет не о вечной жизни, а об изменении отношения к людям с точки зрения здравоохранения и медицины. В настоящее время старение не считается заболеванием. Кто-нибудь знает, почему мы не называем старение болезнью? Просто подумайте об этом. Почему бы и нет? Таким образом, медицинское определение заболевания, это то, что происходит со временем, что приводит к потере функции и нетрудоспособности. Звучит очень похоже на старение, верно? Причина, по которой старение не является медицинским заболеванием, заключается в том, что это происходит с более чем у 50 процентов. Но то, что мы утверждаем в книге, заключается в том, что только потому, что что-то влияет на 51 процент или 50,1 процента людей, не означает, что это менее важно, чем редкое заболевание. На самом деле, я бы сказал, что это важнее. И я надеюсь, что после того, как вы прочтете эту книгу, вы поймете, что было бы безумным рассматривать старение как нечто отдельное от болезни или расстройства. Теперь, с этого года, Всемирная организация здравоохранения впервые признала старение как медицинское состояние. Это действительно весьма удивительно наблюдать, как такое большое учреждение объявляет старение как состояние. И мы надеемся, что это скоро изменит взгляды врачей на старение. Я не знаю, есть ли у нас в аудитории врачи, но там, где я работаю в Гарвардской медицинской школе, врачей учат, частично я учу, что есть определенные патологии и болезни, и если они происходят у менее чем 50 процентов людей, мы активно за них беремся, мы проводим медицинские исследования, чтобы остановить и вылечить эту болезнь. И только в случае если что-то является обычным, например как старение, мы ничего с этим не делаем, мы принимаем это как естественное, но я предлагаю вам осмотреть эту комнату, какая часть этой комнаты за исключением, может быть деревянного, а нет, это ковер, это даже не деревянный пол, в нашей жизни нет ничего естественного, может быть кислород, которым мы дышим и естественен, но все остальное неестественно. Это создано человеком, человеческое творение, и мы меняем окружающую среду, и борьба с болезнями и старением также естественна, это свойственно всем людям, мы не принимаем страдания и слабость как естественный образ жизни, мы не должны принимать это ни для какой болезни, и также не должны делать этого для старости. Так, прежде чем перейти к некоторым слайдам, я хочу сделать краткий опрос. Сколько из вас хотели бы дожить до 80, но не дальше, не больше 80? Достаточно ли 80 для кого-либо в аудитории? Немного, там несколько рук, 80 для них достаточно. Я не знаю, есть ли в аудитории кто-нибудь 80-летний, но им, вероятно, этот вариант не нравится. А как насчет 120? Кто хотел бы дожить до 120 лет, а потом умереть? Да, это примерно половина из вас. А сколько из вас хотели бы жить вечно? Итак, есть несколько человек, которые не подняли руки, так что они где-то между 120 и бессмертием, вот что они ищут. Довольно большой разрыв. Может быть, скажем, 150 лет, ведь это действительно интересно, правда, мы не все хотим прожить одинаково долго, но что, если я скажу вам, что и в возрасте 120 лет вы можете быть таким же счастливым, здоровым и довольным, как сегодня? Кто из вас хотел бы иметь такую жизнь? Именно так. Это большинство из вас, если не все. Суть в том, и в книге вы это увидите, что смысл всего этого заключается в том, что у нас есть технологии, позволяющие нам быть здоровыми намного дольше в более позднем возрасте. Так что дело не в том, чтобы жить вечно, и не в том, чтобы просто продлевать то, как долго вы живете. Речь идет о том, как хорошо вы живете. Остановить болезни, остановить рак, болезни сердца, болезни Альцгеймера, слабость и диабет. И вы можете спросить, Дэвид, как это возможно? Мы даже не можем решить проблему рака. Как ты собираешься это сделать? Что я собираюсь рассказать вам сегодня? Это то, что у нас есть новое понимание того, что вызывает старение, и даже как его замедлить. И есть первые проблески, в некоторых экспериментах, которые я вам покажу, которые на самом деле сбрасывают часы старения тела. Итак, чтобы действительно понять, как задержать болезни и жить дольше, и оказывается, догадайтесь, что если вы не больны, вы, как правило, живете дольше, вот о чем мы здесь говорим, вам нужно действительно понять, как это работает, почему это происходит в первую очередь, мы можем спорить, как старение развивалось, дело не в этом. Но на самом деле, то почему это происходит на наноуровне, на молекулярном уровне, я думаю, что у нас наконец есть ответ на вопрос, почему мы стареем. И это не из-за свободных радикалов, и это не остановить антиоксидантами, хотя это не мешает маркетологам создавать рынок на около 150 миллиардов долларов в год. Но что особенного в книге и в моих исследованиях так это то, что у нас есть новая идея о том, почему мы стареем и почему нам, возможно, не придется этого делать. Итак, мы видим старение так часто, что считаем это само собой разумеющимся, мы видим это так часто, что даже ничего не делаем с этим, мы принимаем это как естественный образ жизни, но мы не должны это делать. Итак, этот человек, как вы можете видеть, был долгое время под солнцем с одной стороны лица, и мы знаем, что повреждения от солнца, повреждения ДНК, разбитые хромосомы, все это старит ваш внешний вид и даже ускоряет старение. Если у вас была химиотерапия или лучевая терапия, вы не просто будете чувствовать себя старше, но ваше тело будет буквально старше, и мы не понимаем, почему это так. Старая идея, которая пришла из 1950-х годов, в основном от физиков, которые до этого работали над проектом Манхэттен. Их идея старения заключалась в том, что у нас заканчивается генетическая информация, мутации, и вероятно, вы все слышали о теории старения из-за накопления мутаций, что мы просто теряем нашу генетическую информацию. Оказывается, это, вероятно, неправильно, потому что мы можем сделать мышей, у которых много мутаций и они теряют много своей генетической информации, но они не стареют преждевременно. И сейчас есть целый ряд исследований, которые привели к тому, что моя область по сути, отбросила идею о том, что мы стареем из-за потери генетической информации. Так что же вызывает старение? Итак, старение, я вам скажу так, это просто потеря информации. Я называю это информационной теорией старения. Но я только что сказал, что это не из-за потери генетической информации. Так что же это? В нашем теле есть два типа информации, которые необходимы для жизни. Один является генетической, а другая – эпигенетической. И вы, вероятно, помните из средней школы, что эпигенетика – это термин для любого процесса и структуры, которые управляют тем, как генетическая информация упаковывается и читается клеткой. Итак, вот рисунок того, как выглядит эпигеном. У нас есть ДНК, которая обозначена синим цветом, это наш геном. А геном я называю цифровой формой информации. Это ATCG, четыре основания, вместо двоичного кода. Это мог бы быть четвертичный способ передачи информации в течение всей нашей жизни между клетками за последние 4,6 миллиарда, по крайней мере 4 миллиарда лет с тех пор, как мы впервые вышли из зародыша. И мы думаем, что неспособность сохранить генетическую информацию не является причиной старения. Это важно для эволюции, но, на протяжении всей жизни нашего тела у нас все еще есть много нетронутой информации. Как вы все знаете, цифровой способ является отличным для хранения информации. Вы можете скопировать его без ошибок. Как правило, наши клетки делают это огромное число раз. Так в чем же еще может заключаться проблема старения, в эпигеноме, который я показываю вам как эти зеленые белки, обертывающие ДНК, эти белки разматывают геном точно так же, как вы возможно разматываете садовый шланг. И когда вы намотаете его очень плотно, упакуете этот садовый шланг, ваши гены, в этой области шланга, или в регионе генома будут отключены, а те, которые выложены в большую петлю, таким образом как ваш садовый шланг разложен кольцами на подъездной дорожке, это гены, которые будут включены. И это также важный тип информации, поскольку она сообщает каждой клетке, какой она должна быть. По сути, все наши клетки имеют один и тот же геном, но то, что отличает клетку мозга от клетки печени, и то, что позволяет оплодотворенной яйцеклетке после рождения стать 26-ти миллиардным композитом различных типов клеток, является эпигеномом. И я полагаю, что эпигеном является причиной того, почему мы стареем. Это потеря аналоговой информации. Многие из вас достаточно взрослые, чтобы помнить, на что похожа аналоговая информация. Если у вас когда-либо был проигрыватель или кассета, это печально потому, что вы не можете копировать его достаточно хорошо, вы теряете информацию, со временем она деградирует, сарапается. Именно по этой причине мы перешли на цифровые технологии в конце 1990-х годов. Этот эпигеном бесполезен, но он должен быть спроектирован таким образом, потому что эпигеном должен очень быстро реагировать на окружающую среду. Он должен иметь миллионы различных значений, они очень дискретные. И он также должен быть готов к вещам, которые он раньше никогда не встречал. Один из способов думать об эпигеноме, как о клеточной программе, о геном, это компьютер или лежащий в его основе код. Самое интересное во всем этом аналоговом сравнении с цифровым, это то, что оно дает нам новый взгляд на старение. Теперь, вместо того, чтобы говорить о садовом шланге и завернутых белках, позвольте мне показать вам, как это выглядит на самом деле. Опять же, схематически потому что у меня нет фотографий, у нас нет микроскопа, способного это сделать. Итак, слева мы видим молодую клетку. И мы думаем, что происходит то, что эти хромосомы черные линии и завернуты в петли. Сейчас мы называем их TAD, они называются топологически связанными доменами, и мы можем отобразить их с большой точностью. Мы научились делать это только за последние несколько лет, прямо через весь геном. Я мог бы сделать это для ваших клеток довольно легко. И мы видим, что эти петли ДНК меняются с возрастом. И это приводит, как вы можете видеть на клетке справа, к тому, что со временем гены, которые должны быть выключены, включаются и наоборот, и происходит то, что клетки теряют свою идентичность. Это действительно важно, нервная клетка у пожилого человека уже не является полностью нервной клеткой. Она начинает перемещаться в так называемом ландшафтном пространстве Уоддингтона, или эпигеномном пространстве, и становится клеткой другого типа. Нервная клетка у пожилого человека может быть частично клеткой кожи. Я имею в виду, подумайте об этом. Неудивительно, что мы начинаем терять функцию сетчатки, неудивительно, что мы начинаем забывать вещи, если наши клетки не поддерживают свою эпигеномную информацию. Вопрос в том, можем ли мы замедлить это, и можем ли мы перезагрузить систему? Есть ли перезагрузка? Есть ли резервный жесткий диск этой ранней версии, к которому мы можем получить доступ и восстановить эту структуру, которую вы видите слева? Я верю, что это возможно. Мне нравится использовать аналогию с этим компакт-диском или DVD. Для самых маленьких в аудитории, мы помещали музыку и фотографии них, они были очень полезны в какой-то момент. Но в любом случае, очевидно, что они хранят цифровую информацию, и это было их особенностью. Но что было действительно отстойным в них, так это то, что они могли поцарапаться. С ними надо было быть очень осторожным. И вы можете видеть, что это отличная аналогия для старения, потому что клетки справа, по этой аналогии, они все еще имеют информацию для воспроизведения музыки, для воспроизведения концерта, который может быть закодирован в этих нулях и единицах, но в углублениях на поверхности алюминиевой фольги считыватель компакт-диска не может прочитать песни потому, что лазер пропускает и преломляется. Но что хорошо в этой аналогии, так это то, что в этой ситуации очень просто перезагрузить систему, вы просто немного шлифуете его. Возможно, вы могли бы просто взять тряпку зубной пасты и отполировать эти царапины, и угадаете что, он совершенно новый, вы можете снова прочитать концерт, и если мы правы в отношении старения, мы сможем сделать то же самое для нашего тела и позволить нашим тканям и органам снова сыграть симфонию нашей молодой жизни. Но только если есть резервная копия. Мы еще не знаем, правда ли это. Так что же это за животное такое? Это две мыши и вы можете догадаться, какая из них старше. Это вопрос с подвохом. Они близнецы. Они генетически идентичные близнецы, и когда мы читаем их геномы, мы обнаруживаем, что они также идентичны. Но то, что мы испортили, это их эпигеномы. Мы посарапали их сиди, и вы можете видеть, что мы получаем не просто мышцы с седыми волосами, морщинистой кожей, но и если бы вы могли заглянуть внутрь, то и органы, которые выглядят старыми. Мы не просто дали ему диабет или остеопороз или слабоумие. Мы дали этой мыше старение. И как мы писали в книге, Мэтт и я, если вы можете дать что-то, вы можете быть уверены, что можете изобрать это. Вот об этом я и расскажу через минуту. Но вы можете спросить, ну, Дэвид, как вы поцарапали этот DVD? Конечно, я надеюсь, вы не применяете наждачную бумагу к мышам. То, что мы сделали, и мы надеемся опубликовать это в ближайшее время, у нас на рассмотрении находятся рукописи в СЭЛ, есть пара рукописей и 10 лет работы из моей лаборатории и 15 других со всего мира, это открытие, что сломанные хромосомы нарушают структуру этих шланговых катушек, ДНК, и клетки начинают терять свою идентичность, поэтому они не функционируют достаточно хорошо. И конечным результатом потери клеточной идентичности является старение. Вот что действительно интересно в этой мыши, теперь, когда мы можем ускорить старение, мы можем сделать пару вещей. Мы можем создать мышь, которая имеет эквивалент 80-летнего старения, и мы можем вызывать эти сокращения ДНК в геноме столько, сколько мы хотим. Мы можем сделать мышь 80-летней, и мы думаем, что эти мыши будут очень полезны для поиска методов лечения болезни Альцгеймера, я думаю, что нелепо использовать годовалых мышей для изучения болезни Альцгеймера, на мой взгляд, это не имеет большого смысла. Другая интересная вещь, которую мы можем сделать на этих мышах, и что мы уже сделали, это мы можем состарить только часть животного. Мы ускорили старение мозга этих мышей, и наблюдаем усиление слабоумия. Но что интересно, мы можем задать вопрос, если ваш мозг стар, быстрее или стареют другие части тела. Ясно, что мы не могли сделать это по-другому. Одна из вещей, которая сделала возможным объявить, что эти мыши не просто больны, но они на самом деле биологически старше и то, что мы дали им старение, заключается в том, что теперь мы можем измерить возраст с большой точностью. Это сделано некачественно, а на сто процентов количественно, с машинным обучением и алгоритмами. То, что я могу сделать с любым из вас прямо сейчас, это взять образец крови, но пожалуйста не давайте мне никаких образцов крови, прежде чем я уйду, но теоретически я мог бы. Я даже мог бы взять мазок изо рта и вернуться в свою лабораторию. Там я мог бы прочитать то, что называется метилом ДНК. Это всего лишь измерение, какая из букв генома, из этих ACTG, какие из них имеют метильную группу, оси 4HS, и добавление этих химических веществ в течение всей жизни является по-настоящему отличным предиктором скорости вашего старения, потому что мы видим, что со временем они растут линейным образом. И оказывается, если экстраполировать в обратном направлении, то даже подростки стареют, даже младенцы стареют, даже в утробе матери мы стареем, если верите этим часам. Раньше мы всегда думать, что эти часы были просто мерой времени, как часы на стене, но то, что мы проверяли, это идея того, что, возможно, если мы перевернем стрелки часов назад, в данном случае часов, биологических часов, пойдет ли время назад, возвращается ли возраст и здоровье особи назад, и я расскажу вам об этом через секунду. Это пример данных из статьи, которую мы надеемся опубликовать в ближайшее время со Стивеном Хорватом, который обнаружил эти часы. Мы видим, что нормальные мыши, которые помечены синим цветом, они стареют с определенной скоростью, согласно этим ДНК-метильным меткам. Но если мы так сказать поцарапаем геном и вызовем эпигеномные изменения, мы сможем состарить мышь на 50% быстрее. И что удивительно, так это то, что по большей части эти мыши на 50% действительно старше своих собратьев. Но тогда возникает вопрос, если вы можете вызвать старение, можете ли вы обратить его вспять? И если вы повернете часы назад, будут ли они что-то делать? Итак, теперь я хочу рассказать вам об одном из моих любимых ученых и математиков. Многие из вас, возможно, знают об этом человеке. Раньше он работал в MIT, он также работал в Bell Labs, и его зовут Клод Шеннон. И если есть один человек, который породил современный мир, в котором мы живем, то это он. То, что он предложил в 1948 году, в нескольких элегантных работ, называется, математической теорией коммуникации, это набор диаграмм и уравнений, объясняющих как сохранить информацию между отправителем и получателем, и что делать, если есть потерянная информация. Он и его уравнение дали начало протоколу TCP, IP в интернете, который мы используем сегодня. И вы знаете, что если мы не получаем электронное письмо правильно, если оно не приходит полностью со всеми своими пакетами, то интернет достаточно умен, чтобы вернуться к исходной резервной копии и получить полное сообщение. Когда-то мы говорили, о, прости, что я не получил твое сообщение, оно не пришло в мой почтовый ящик. Теперь вы не можете использовать это оправдание, верно? Теперь письмо всегда приходит. В любом случае, это одна из самых важных схем, когда речь заходит о старении, и я почти уверен, что доктор Шеннон не понимал, что он работал над чем-то столь же важным, как интернет, возможно даже более важным, и это то, как сбросить возраст наших тел. И то, что вы можете увидеть здесь на его диаграмме из 1948 года, это то, что если вы потеряете сообщение, сигнал, радиосигнал, или, скажем, сигнал азбуки Морзе между отправителем, которого он называет передатчиком, и приемником, так вот, если вы потеряете часть этой информации, то не волнуйтесь, потому что есть то, что он назвал наблюдателем, резервная копия этой исходной информации, которую вы можете использовать для восстановления информации с помощью корректирующего устройства. Если это верно для наших тел, то мы могли бы взять старый эпигеном и восстановить его, чтобы он снова был молодым. Но раньше мы не знали, что такое корректирующее устройство в клетке. Передатчик, конечно, это оплодотворенная яйцеклетка и мы в форме маленького ребенка. Приемник, это наши тела в будущем, скажем, в 80 лет, и с течением времени мы теряем много информации. Мы подаемся энтропии. Но мы биологические организмы. Мы не замкнутые системы. Мы на самом деле открытые системы, поэтому мы можем использовать энергию для сброса системы. Человек слева получил Нобелевскую премию за то, что научился брать взрослую клетку и превращать ее в стволовую клетку, стирая все метилирование ДНК с генома, стирая его так, чтобы эти клетки могли быть перестроены во что угодно. Мы называем это процессом индуцированных плюрипатентных стволовых клеток, IPS, и мы используем то, что называется, названо в честь мистера Яманаки, доктора Яманаки, это четыре фактора Яманаки. И эти четыре фактора Яманаки называются ОЛСКМ для краткости. Яманака получил Нобелевскую премию, потому что это великое открытие, взять клетку кожи и превратить ее в нервную клетку. Это может привести к новым методам лечения, новым органам, которые мы можем затем заменить в нашем теле. Но, наверное, он не думал о том, что это также имеет отношение к старению. Но мы не хотим помещать четыре фактора Яманаки в наши тела, чтобы превратить нас в гигантский пул стволовых клеток. Это будет самая большая опухоль в мире, вы получите тератому. И некоторые люди пробовали это сделать на мышах, и они фактически убили их в течение двух дней, и я бы на вашем месте не вызывался добровольцем. Но то, что мы обнаружили в моей лаборатории совсем недавно и опубликовали в работе, которую вы можете проверить, если хотите, на онлайн-базе Байорксив, РКСА и ВИ, и вероятно мы получим комментарии рецензента от Нейчер в любой день. Эта статья, это то, о чем я никогда не думал, что увижу в своей жизни, я думаю, что мы наконец нашли как подключиться к наблюдателю и сбросить наш биологический возраст, используя факторы Яманаки, но не все из них, а только подмножество. Я должен отдать должное студенту в моей лаборатории, Юан Чен Лу, который упоминается в книге. Нам посчастливилось писать книгу, когда мы делали эти исследования в прошлом году, и они были описаны почти в реальном времени, прямо когда мы их получали, что делает эту книгу очень необычной. Вы узнаете о науке еще до того, как большинство людей ее усвоит. Итак, вот эксперимент, который сделал Юан Чен. Мы взяли только три фактора Яманака. Мы выкинули М, что означает МОАСИ, МОАСИ является онкогеном. Вы же не хотите вызывать опухоли. Но мы использовали ООЛ, С и К, ОУСК и поместили его в вирус и ввели вирус в глаз мыши. И эти вирусы, они могут показаться пугающими, но сейчас они все время используются в генной терапии на пациентах. Это то, что мы сделали в сотрудничестве с его соседней лабораторией. После того, как мы поместили вирус в глаз мыши, мы зажали его зрительный нерв. И то, что обычно происходит, я уверен, вы можете догадаться, это то, что нерв умирает. Если мы стары, даже если мы молоды, мы не отрастим обратно зрительный нерв. Если мы сломаем наш позвоночник, мы не вырастим обратно позвоночник и спинной мозг. Но очень молодые животные смогут, и некоторые животные вырастят новые нервы. Здесь нет ничего необычного, просто мы потеряли эту способность. Но мы думаем, что знаем, как восстановить эту способность и снова сделать клетки очень молодыми, чтобы они обладали этими свойствами регенерации, как это делают эмбрионы. Итак, то, что вы видите, это окрашенная часть зрительного нерва, который был сдавлен, и вы можете видеть, где заканчивается сжатие, это место, где оранжевая краска пропадает и заканчивается, потому что все эти нервы были раздавлены в этот момент. И много оранжевой краски отсутствует, которая маркирует здоровые нервы, потому что эти нервы умерли. Но посмотрите, что произойдет с глазом после повреждения, если мы включим это перепрограммирование, этот возрастной сброс. Прежде всего, нервы не умирают, и многие из них каким-то образом просыпаются и начинают расти обратно к мозгу. Если мы оставим это на четыре недели, вот что вы увидите. Если мы оставим его на 16 недель, они полностью вырастут обратно в мозг, что до сих пор было неслыханно в науке. Так вот, мы проделали это же и в других частях, и вы можете сказать, Дэвид, раздавленный глаз, это маловероятно, что у меня будет раздавлен зрительный нерв. Как насчет глоукомы? Многие люди испытывают глазное напряжение, и это повреждает их сетчатки. Нет ничего, что заметно замедлит глоукому, не говоря уже о том, чтобы обратить эту болезнь вспять и вернуть вам зрение. А как насчет старой сетчатки? Как насчет старости? Мне уже 50, и у меня начинаются проблемы с чтением по ночам. Можем ли мы обратить вспять потерю зрения в старости? И я могу сказать вам, что, по крайней мере у мышей, мы абсолютно можем. Мы можем перепрограммировать сетчатку мыши, старой мыши, и снова вернуть ей зрение, как у молодой. Эти нервы просыпаются. Они помнят, что они нервы, они клетки кожи. Мы можем посмотреть на их часы. Мы измерили их часы. Они становятся моложе. И все гены, которые должны быть включены, когда они были молоды, снова включаются, а гены, которые должны быть выключены, отключаются. Это волшебство. Сейчас мы не до конца понимаем, как это работает. Мы знаем, как подключиться к наблюдателю. Но что за часами? Какие винтики стоят за этой системой? У нас есть некоторое представление о том, что происходит. Я думаю, что мы нашли устройство связи по крайней мере с наблюдателем. Есть несколько ферментов, называемых ТИИТИ, ТИИТИ-1 и ТИИТИ-2, это ферменты, которые удаляют химические группы с ДНК, как часть этого процесса сброса. Итак, мы нашли несколько винтиков в колесе, которое ведет к откату старения, так что это очень интересно. И сегодня мы с Мэттом были в лаборатории, и мы только что получили окончательное доказательство того, что если у мыши нет генов ТИИТИ в глазу, вы не можете восстановить рост ее зрительного нерва. Мы также знаем, что вы не сможете восстановить зрение. Так что это супер захватывающе. Впервые у нас появилась возможность обратить вспять возраст клеток. Сейчас мы не знаем, как долго длится этот эффект. Это может длиться месяц. Мы думаем, что это, вероятно, продлится в течение многих лет, если не десятилетий, потому что мы на самом деле проникаем очень глубоко в свои старения, и эпигеном очень стабилен. Но можем ли вы перезапустить, и сколько раз это можно сделать, мы этого еще не знаем. Итак, пока эти методы лечения не будут готовы к прайм тайму, а мы надеемся начать лечить нашего первого пациента примерно через два года, страдающего глоукомой, что мы можем сделать в нашей повседневной жизни? Ну, кроме чтения третьей части книги, где много говорится об этом, есть еще кое-что, что мы можем сделать. Мы нашли химическое вещество, которое есть в нашем организме и которое мы теряем с возрастом, оно очень важно для стабилизации нашего генома и предотвращения царапин. Оно называется НМН, и вы можете видеть, те мыши слева, которые пили НМН, они довольно быстро восстанавливаются. Вообще-то, Джереми, давай перейдем к другому, смотрите, вы можете догадаться, какая из этих старых мышей, в этом виде пьет НМН. Хорошо, я думаю, что мы видели достаточно, так что, если вы угадали мышь справа, вы были бы правы. То, что мы обнаружили и опубликовали около года назад в журнале Cell, было то, что НМН включает пути долголетия, над которым мы работали в течение многих лет. Эти молекулы стабилизируют эпигеном, а также контролируют выживание и защиту наших клеток от старения. И что интересно, у нас есть встроенные пути долголетия, которые мы можем активировать с помощью этих молекул, таких как НМН. Есть и другие вещества, один из них называется метформин, который является лекарством от диабета, и это потрясающе, потому что он был прописан для десятков тысяч пациентов, чтобы по крайней мере, по-видимому, замедлить эффекты старения и защитить от болезней. Есть еще один, более токсичный. Я бы не рекомендовал его, он называется рапамицин. Но есть некоторые вещи, с которыми мы уже столкнулись, которые действительно могут сработать. Но что еще вы можете сделать? Что вы можете сделать, если не хотите идти к врачу и просить лекарства от диабета метформин? Ну, одна из вещей, которую я делаю, одна из, вероятно, лучших вещей, которые я могу вам назвать прочитав тысячи научных работ, это есть реже. Это не недоедание, это не голодание, но это означает оставаться голодным в течение части дня. Что я делаю, так это пропускаю завтрак. Я ем поздний обед, иногда я пропускаю обед и ем нормальный ужин. И как это работает? Это включает пути долголетия, это повышает уровень NMD в нашем организме, так же как и NMN, и будет имитировать физические упражнения и голод. Ну, конечно, голод будет имитировать голод. Но NMN и голод действуют по тем же путям долголетия. И вы, может быть, найдете, что занимаясь как эти мыши, заставляя себя потеть на беговой дорожке несколько раз в неделю всего на 10 минут, этого достаточно, и оставаясь голодным в течение нескольких дней в неделю, вы обнаружите, что чувствуете себя значительно лучше, и это сделает вас намного здоровее. И возможно, когда вам будет 80, 90 и даже 100 лет, вы сможете продолжать делать все то, что вы всегда хотели сделать в конце жизни. Начните новую карьеру, если хотите, начнете новую компанию, оставив наследие. Мы проводим клинические испытания с использованием молекулы, похожей на NMN, так что это не будущее, это то, что происходит на самом деле сейчас, через дорогу от моей лаборатории в Гарвардской медицинской школе. Итак, мы знаем, что эта молекула может повышать уровень NMD по крайней мере в два раза у людей. Мы еще не видели никаких негативных побочных эффектов. И в следующем году мы собираемся проводить клинические испытания на пациентах, но не по старению, потому что это не болезнь. Скорее всего, мы будем лечить редкое заболевание, по крайней мере планируем, если все пойдет хорошо, будем лечить редкое заболевание, называемое атаксией Фредрайха, которое считается метахондриальным расстройством, недостатком энергии. Но представьте себе будущее, в котором вы можете сделать инъекцию вируса, а затем пройти курс антибиотиков, как это делают наши мыши, и включить перепрограммирование за несколько недель. Вы будете выглядеть моложе. Ваши волосы могут изменить цвет, или могут снова отрасти, мы не знаем, но ваши органы должны улучшиться. Вы вернете свое зрение, если потеряли его, и эффект может длиться десятилетия. И после того, как вы постарели на 10 лет, вы снова возвращаетесь для перезагрузки. И все, что вам нужно сделать, это получить рецепт на антибиотики, которые снова включают эти гены. Опять же, мы не знаем, сколько раз вы можете сделать перезагрузку, это может быть три, это может быть три тысячи. И если вы можете сбросить свое тело три тысячи раз, то все становится действительно интересно. И я не знаю, хочет ли кто-нибудь из вас жить в течение тысячи лет, и я также не знаю, будет ли это возможно, но есть другие вопросы, о которых мы должны начать думать, потому что это не вопрос если, а вопрос когда. И наконец, я хотел бы поговорить о моем отце, который, как я думаю, является для всех нас образцом для подражания. Итак, он принимал комбинацию НМН и Метформина и некоторых других препаратов, которые я описал в третьей части книги. Я не люблю много говорить о добавках и других вещах, так что все это там, и у меня также есть новостная рассылка. Но давайте поговорим о моем отце, так вот, это не клиническое испытание, это то, что мы называем НМН, или, если вы включаете мою жену и меня, НМН, не очень хорошо контролируемое. Это не плацебо-контроль, но мой отец старчески угасал, он был не очень энергичен, он был очень подавлен, его жена умерла, он просто думал, ладно, с меня хватит, но потом он понял, что его здоровье не ухудшается так уж сильно, и мы не знаем, происходит ли это из-за молекул или из-за упражнений, которые он делает, или из-за прерывистого голодания, которое он практикует. Но тем не менее он является маяком надежды для всех нас, того, что мы сможем прожить жизнь, подобную его, где в конце своих 70 лет он начал новую карьеру и путешествует по миру. И мы только что вернулись из Уганды, где он отправился в поход со своими тремя внуками на гору и был самым старым человеком, который когда-либо делал это. Для него это была легкая задача. Он буквально сильнее и крепче, чем я в возрасте 50 лет и, вероятно, даже когда мне было 30. Поэтому я хочу закончить, сказав спасибо, что пришли. Я буду рад ответить на любые вопросы так честно и открыто, как только смогу, и я надеюсь, что вы не просто начнете, а продолжите этот разговор, потому что это одна из самых важных вещей, которые мы можем сделать для планеты, чтобы сэкономить на здравоохранении, сэкономить миллиарды долларов, в конечном счете триллионы, которые могут быть направлены на другие деятельности, такие как глобальное потепление и вымирание видов. И я хочу поблагодарить вас за то, что вы нашли время, чтобы прийти и послушать. Спасибо. Итак, вы упомянули метформин и прерывистое голодание. Можно ли говорить о роли инсулина в процессе старения? Инсулина? Да. Чтобы жить дольше, основываясь на всем, что мы знаем о мышах и людях, это то, что нужно быть по-настоящему чувствительным к инсулину, а это значит, что у вас имеется много рецепторов инсулина, а не высокий уровень глюкозы в крови. И на самом деле, лучшим показателем вашей продолжительности жизни является уровень глюкозы в крови, поэтому вам нужно заниматься спортом и поэтому метформин, вероятно, частично работает. Таким образом, инсулин является ключевым. Есть также молекула инсулиноподобного фактора роста, которая также важна, и когда вы имеете низкие уровни этого фактора роста, это также увеличивает продолжительность жизни у животных и, по-видимому, у людей, и то, что находится в основе этих механизмов, называется фокса, наши транскрипционные факторы, которые контролируют защиту от старения и болезней. И поэтому мы хотим, чтобы они оставались активными. Теперь, если мы всегда сыты, если мы постоянно едим протеиновые батончики и никогда не голодны, и если мы сидим весь день, слушая напыщенные выступления ученых, эти транскрипционные факторы не будут активны, на самом деле, они остаются вне ядра, где они не приносят никакой пользы. И поэтому мы хотим убедиться, что сигнальный путь инсулина активен, что они стимулируют его. Есть еще одна вещь, которая также происходит. Это путь ТОР, ТОР также контролируется инсулиновым фактором роста, и вам нужно иметь меньше этого сигнала, ведь тогда МТОР будет активным. А что же такое МТОР? Как вы прочтете в книге, я много говорю об этом, МТОР измеряет, сколько аминокислот вы едите, и вам не нужно много активности МТОР, и чем больше белка вы едите, к примеру протеиновых батончиков, я только что съел один, если вы едите много стейков, ваш путь МТОР всегда будет активным, всегда будет говорить вашим клеткам расти, а не бороться с болезнью и сидеть спокойно в ожидании. И вот почему я фактически перешел с обычной диеты на диету, основанную в основном на растениях, потому что количество аминокислот, которые я получал, перегружало мой путь МТОР, и поэтому я пытаюсь сдерживать это и дать моему телу наилучшую возможность, и я также пытаюсь помочь планете. Но очень хороший вопрос. Спасибо. Хорошая презентация. Причина, по которой я попал в вычислительную биологию, заключалась в том, что я прочитал некоторые потрясающие вещи от Обри де Грей, около 20 лет назад, и так, одна вещь, которая меня интересует, это том, что у нас есть другие, более макроскопические механизмы, связанные со старением. У нас есть скорость клеточного деления, и у нас есть накопление мусора как внутри, так и снаружи клеток. То же самое относится и к управлению этими процессами, которые, как предполагается, следуют за механизмами, в которые вы осуществляете свое вмешательство. Есть такие, и так, мы объявили в этой области, как вы сказали, есть восемь или девять признаков старения, и некоторые из них, это укорочение теломер, митохондриальная дисфункция, потеря стволовых клеток, сеносен клетки. И конечно поэтому здорово сказать, хорошо, поставьте флаг в землю, мы понимаем старение. У нас есть семь или восемь вещей, которые вызывают старение, но нет объяснения, почему они происходят. Есть ли какая-то вышестоящая, как вы говорите, причина всех этих проблем, или мы строим семь плотин на семи притоках? И информационная теория старения предлагает и может объяснить, как эпигенетическое старение, потеря экспрессии генов по мере взросления, потери этой информации, могут объяснить все эти отличительные признаки. И на самом деле, если мы посмотрим на этих мышей, даже если мы только нарушили эпигеном, у них все еще есть все эти отличительные признаки, от митохондриальной дисфункции до сеносен клеток, а сеносен клетки являются конечным показателем поцарапанного диска. О да, я восхищен этой теорией, потому что она может объяснить последние сто лет наблюдений. Все теории в конечном счете подаются смене парадигмы, и я не говорю, что это будет все и конец всему, но я думаю, что это отличный способ думать о старении, и это вызывает много проверяемых гипотез, таких как эти мыши, которых я вам показал. Каковы шансы, что мы получим старую мышь, когда так разрежем геном? Я бы сказал, один из тысячи, и это сработало. Поэтому мы продолжим проверять эту теорию, но пока, похоже, она объясняет, на мой взгляд, все наблюдения за последние сто лет. Является ли окислительное повреждение предшественник или следствие, или отдельно от того, и то, и другое, это часть цикла положительной и обратной связи. Итак, мы думаем, что окислительный стресс в ядре усилит генетические повреждения, до такой степени, что вы получите сломанную хромосому. Итак, есть много вещей, которые вызывают эпигенетические изменения, в том числе царапины, но самый мощный из них, который мы нашли, это сломанная хромосома. И окислительный стресс, свободные радикалы, могут вызвать разрыв ДНК, но это не единственная причина разрывов ДНК. Они происходят постоянно, космические лучи, компьютерная томография, рентген. И на самом деле, свободные радикалы полезны в биологии, поэтому вам не нужно замещать их. Было показано, что если вы принимаете много витамина С и даже мегадоза витамина Е, вы можете притупить эффекты здорового питания и физических упражнений. Поэтому я не говорю, что они не являются частью этого, и именно поэтому я говорил, что я взволнован этой теорией, тому может ли она вместить все эти наблюдения. Вы можете спросить, почему антиоксиданты не работают так хорошо, как мы надеялись, но одна из главных причин заключается в том, что мы думаем, что есть и другие причины повреждения ДНК кроме свободных радикалов, и что вам нужно больше, чем это. Но еще одна вещь, о которой интересно подумать, это то, что мы обнаружили, что молекулы, которые вы поглощаете, когда пьете один из таких напитков, обладающих антиоксидантными свойствами, то более чем вероятно происходит, что эти молекулы непосредственно не уничтожают свободные радикалы, но мы узнали, что они связываются с рецепторами и ферментами, которые чувствуют окружающую среду, и они включают естественные антиоксидантные защитные силы нашего организма, такие как каталаза, фермент который необходим для уничтожения радикалов. Сейчас у нас есть теория на этот счет. Мы называем это ксеногармезисом, ксена означает, от других видов, а гармезис означает все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Идея заключается в том, что растения вырабатывают эти антиоксиданты, но на самом деле они являются ксеногамезисом, как мы их называем, которые помогают растениям выжить и как бы затаиться через их генетические пути выживания. И когда мы поглощаем эти растения, они испытывают стресс, и мы получаем те же самые преимущества. Ведь если наши запасы еды иссякнут, то нам также нужно затаиться. Итак, это были пять разных ответов, которые, надеюсь, ответили на ваш вопрос. Что ж, меня особенно интересовало неядерное окислительное повреждение, ну например в митохондриях, я думаю, что коллаген и даже просто внеклеточные всякие вещи. Итак, нам нужно выяснить является ли это обратимым или необратимым, в тканях, в которых много коллагена, будь то фиброзные легкие или фиброзная печень. Поможет ли перепрограммирование избавиться от этих проблем, или они останутся с нами на всю жизнь? Надеюсь, что нет, но мы еще посмотрим. Но окисление коллагена является частью старения. То, что я предлагаю, заключается в том, что перенастроив клетку и заставив ее вести себя так, как будто она снова молода, она может избавиться от этих окисленных и поврежденных белков с помощью процесса аутофагии. И есть несколько различных типов, но один из самых важных, это так называемая шоперонопосредованная аутофагия, которые действительно глубоко очищают клетку от накопившихся белков такого рода. И лучший способ включить это, помимо химических веществ, над которыми мы работаем, на самом деле не есть в течение двух дней, и это, как полагают, очищает даже окисленный коллаген. Итак, несколько месяцев, может быть даже год назад, приходил врач, который был консультантом от Всемирной организации здравоохранения, и тоже сделал доклад. И я прочитал его книгу, и там говорилось, что МНМ использовалась в помощь, и куча врачей на самом деле тайно применяют на себе эти методы лечения, потому что они видят, что это работает, и данные кажутся довольно хорошими. Так почему прерывистый пост, это то, что действительно помогает? Почему нет опубликованных исследований о старении? Если врачи сходятся во мнении, что это выглядит хорошо, это полезно, то должно быть больше испытаний. И мне не нравится заходить на случайные веб-сайты в интернете, чтобы попытаться разобрать эти вещи. Это просто немного поверхностно. Почему нет реальных клинических данных и подтвержденной поддержки всех этих омолаживающих методов, с которыми, похоже, даже врачи согласны? Хорошо, во-первых, я не рекомендую есть МНМ, я знаю, что вы оговорились, по крайней мере не надо есть, если вы хотите прожить дольше. Но да, я знаю, что ты имеешь в виду НМН, есть несколько ответов. Во-первых, есть опубликованные исследования, и многие из нас очень усердно работают, чтобы попробовать их, как я уже отмечал. Но испытания стоят дорого, каждый пациент получает по 10 тысяч долларов, хотя теперь, когда у нас есть часы для измерения, я думаю, что все будет двигаться гораздо быстрее, потому что в противном случае это будет очень долгое испытание. Сейчас происходит, вероятно, от 15 до 20 испытаний с НМН и родственными молекулами, так что они скоро выйдут. Есть некоторые, которые уже были опубликованы. Есть один с НР, который фактически показал, что не было никакого улучшения уровня сахара в крови, так что это было отрицательное испытание. Затем была еще одна работа, которая вышла в кооперации с лабораторией в МИД, она показала, что пациенты с АЛС чувствовали себя лучше с комбинацией НР и птеростилбена, что связано с эсвератролом и ревелином. Итак, да, суть в том, что я вижу свою роль в качестве педагога, коммуникатора, вместе с этой платформой, с книгой, чтобы иметь возможность разобраться, что из всего этого биэс в реальности, и здесь есть много биэс, но есть действительно хорошие исследования, которые выходят постоянно, и масса литературы, которую никто не успевает прочитать или разобрать. И это то, что, как я надеюсь, я делаю для всех. Я был немного сбит с толку вашим рассуждением о том, что эпигенетика является аналоговой по своей природе, потому что я всегда думал, что в ней есть как цифровая, так и аналоговая часть. Таким образом, сворачивание хромосом как топологическое было очень аналоговым, но метилирование я всегда считал очень цифровым. Это атом углерода является либо метилированно, либо нет, и поэтому, во-первых, мне было просто интересно, не запутался ли я, а затем, во-вторых, показали ли ваши исследования, в каких частях эпигенетики больше факторов метилирования или других вещей, которые являются наиболее важными в биологических часах. Да, и так в эпигеноме есть цифровые части, но большая часть не цифровая, метил, как вы указываете, является цифровым. Но мы думаем, что метил не является основным компонентом эпигенома, это часть его, но есть и другие метки на гистонах и другие, которые не возникают дискретно, но это какое-то помутнение. И часть проблемы измерения эпигенома состоит в том, что он не цифровой, в том, что вы получаете вероятности, они дискретные единицы. Но я согласен с тобой в этом, вы правы, что метил является цифровым, но петли, петли все время движутся, так что вы не можете сказать, что здесь находится петля, потому что она исчезает к тому времени, когда вы ее измеряете. И вот что интересно, наша область прямо сейчас движется от описания те иди как дискретный вещик вероятностный, что представляет собой совершенно другую математическую задачу. А что еще я не ответил? У вас была вторая часть вопроса. Есть ли какие-либо ваши исследования, указывающие на каких эпигенетических факторах основаны эти часы? Да, хороший вопрос. Итак, мы ищем глубокого наблюдателя, что это такое. Это не просто метил, это явно не может быть просто метил. Есть белки, которые, вероятно, связываются с этими метилами, чтобы сказать, что это молодой метил, а этот другой пришел позже, так что избавьтесь от него. Это то, что нам нужно выяснить. Но также есть белки, которые контролируют ТА и ДС. Есть белки, называемые СТСФ. Тогда, как биолог, вы можете знать, что они управляют петлями, намоткой, и по мере старения этих клеток в пробирке, мы видим изменения в распределении этих белков по всему ядру. Но это только начало. У меня в лаборатории 35 человек, и около половины из них сейчас пытаются все это выяснить, а год назад над ним работал только один человек. Так что мы доберемся до сути. И есть еще несколько лабораторий в мире, работающих над этим, но я думаю, что через несколько лет их будет, вероятно, от 50 до 100. Что касается уровней, то я думаю о том, что существует поверхностный уровень, который является транскрипционными факторами, которые вы можете аккуратно изменить, и они перемещаются и управляют генами. Но они сбрасываются. Если вы измените их, конечно, вы не сможете навсегда вернуться на 10 лет назад. Другой слой являются эпигенетические модификации нагистонов, и они довольно стабильны, но все же достаточно недолговечные. Они долго не протянут. Но эти метильные метки ДНК, это третий очень глубокий слой, который длится годами, даже десятилетиями, и это очень глубокий слой. И именно поэтому я очень рад тому, над чем мы работаем, потому что мы наконец-то проникли в этот глубокий слой. Но как клетка попадает в этот глубокий слой, а затем знает, какие части ее нужно перепрограммировать, сбросить и реорганизовать, вот в чем задача. Мне было интересно узнать об эксперименте с мышами-близнецами. Поэтому у меня вопрос, помимо показа всех этих симптомов старения, мыши со старенным геномом действительно живут меньше? Или они все еще сохраняют ту же продолжительность жизни? Они живут короче, но у нас не было достаточно мышей, чтобы статистически достоверно сказать вам это. В небольшой группе, я думаю, у нас было 10 и 10. А из мыши умирали в среднем моложе, но это не было статистически значимым, потому что обычно вам нужно около 40, 50 в каждой группе. Но да, похоже, они умирают от обычных мышиных болезней. Они были поражены раком не больше, чем обычные мыши. Так что это хороший вопрос. Они должны были бы жить короче, и так оно и есть. Мы также можем измерить их неустойчивость или слабость, и мы использовали машинное обучение, чтобы иметь возможность использовать эти показатели для прогнозирования продолжительности жизни. И показания этих измерений также согласуются с тем, что мыши стареют и умирают более молодыми. Итак, у вас есть перспективная технология. Через пять лет вы обнаружите, что это лечение работает. Пять-десять лет спустя FDA и одобряет его, и теперь вас вносят в систему страхования. Ясно, что это похоже на блокбастер о наркотиках нашего времени. Есть ли у вас какие-то мысли о том, как это будет решаться, когда вы вдруг сможете, скажем, пойти к своему врачу, чтобы вернуться на 10 лет назад? Да, вот в чем дело. Вот о чем нам нужно поговорить, так это то, как это все будет происходить, и я не знаю, будет ли это пять или десять лет. Я имею в виду, что NMN уже доступный и вы можете купить его. Но перепрограммирование еще на ранней стадии, хотя мы не думаем, что это опасно, по крайней мере для мышей, мы водим его мышам больше года, и они здоровы, это не гигантская опухоль. Но да, давайте поговорим о том, что произойдет, когда это произойдет, надеюсь, в течение нашей жизни. Как тогда выглядит мир? Итак, прежде всего, давайте предположим, что это лекарство от глоукомы. Именно в этой области будут проведены первые испытания. И у нас есть компания под названием I do not know, полное раскрытие информации. Так что вы можете лечить глоукому, хорошо, пациенты с глоукомой, если все идет хорошо, возвращают свое зрение в течение нескольких недель, но мир будет знать, что это перезагрузка, что может остановить врача в Коста-Рике, делающего капельницу своим пациентам, ничего, ничего, вот где это начнется, и как это будет распространяться, если это сработает. Будем надеяться, что люди не заболеют от этого. Но тогда еще через 20 лет люди будут стучать в двери своих докторов и говорить, дайте мне это или пеняй на себя. Возможно, что на самом деле произойдет так это то, что есть врачи, которые более других готовы прописывать препараты. А в случае с метформином вы уже сейчас можете найти врачей, которые читали литературу, и они хорошо к этому относятся. Но, да я думаю, что это будет интересный мир, где вы сможете в возрасте 30 лет сказать, я не хочу становиться старше. Да, очень много этических вещей. Одна из вещей, которые мы с Мэттом поместили в книгу, была для всех тех людей, которые говорят, а во, это слишком много, я не хочу этого, мы пишем, мы не хотим, чтобы вы жили дольше, чем вы хотите, так что мы никому ничего не навязываем. Но если у вас есть выбор, это здорово. Мы также говорим, что мы оба считаем, что у вас должен быть выбор умереть, когда вы этого хотите. Поэтому очень важно сбалансировать это. Спасибо. Хороший вопрос. НМН против НР Итак, НР, это никотиномит рибозит, который похож на НМН без фосфатной группы. НМН и НР, НР дешевле любого НМН. Как профессор Гарвардской медицинской школы, я ничего не рекомендую, и я, конечно, не говорю о добавках, и я не работаю ни с какими компаниями по производству добавок. Это мой отказ от ответственности. Если вы спросите, почему я взял НМН и почему это сделал мой отец, отчасти это его доступность. У нас есть проверенный тайник, но это вам не поможет. Но вы можете перейти на сайт, который есть у меня в книге. Честно говоря, я не продвигаю его. Я записал в книге все, что могу сказать о НМН и НР. Я также могу сказать вам, что НН более устойчив при хранении, а если НР немного намокнет или будет слишком долго находиться открытым, он распадется на никотинамид, и я бы не стал принимать большие дозы никотинамида, это может иметь противоположный эффект. Но это главная причина. Теперь, у мышей они оба показали замечательные эффекты в защите организма, и клинические испытания продолжаются с обеими молекулами. Так что на данный момент я действительно не могу сказать, что одно лучше другого. Что делает фактор М, который вы не используете? Фактор передачи М стволовых клеток, который вы не используете? А, МОИСИ, СИМОИСИ. Да, СИМОИСИ, это ген, который контролирует процесс размножения, пролиферацию клеток. И если вы включите его в нормальных клетках, они будут частично приближаться к опухоли, отсюда ее название – онкоген. И это очень полезно, если вы хотите сбросить возраст клетки кожи до нуля, но это не так полезно, если вы хотите частично сбросить сетчатку к более молодой. Спасибо. Нам просто повезло, что это сработало без особого МОИСИ, но нужно было изрядно потрудиться и это была рискованная ставка. Если я могу дать вам какой-нибудь совет по поводу карьеры, это вы должны пойти на некоторый риск. Не все получится, когда что-то не получается, просто продолжайте идти. Вы в конечном итоге доберетесь туда, если сосредоточитесь на своей мечте. И моей мечтой было выяснить, почему мы стареем, и посмотреть, сможем ли мы прожить еще 10 лет здоровой жизни. Есть еще вопросы? Я думаю, что это все. Сандерс, спасибо тебе. Спасибо.